Гостиница, здание для высотной подготовки бойцов, полоса препятствий, городок. Так называют новую базу бойцы, постепенно привыкая к новому рабочему месту. За два года на четырех гектарах земли отстроили 19 новых объектов, в том числе гараж для спецтехники. По словам начальника областного главка МВД Сергея Солодовникова, улучшение материально-технической базы сделает мобильный отряд еще боеспособнее. Сегодня управленческий аппарат оптимизировал, он один. Если раньше мы там по шесть, по восемь заместителей держали в каждом подразделении, и они эти задачи выполняли, то сегодня этого нет. Сегодня мы с учетом этой оптимизации, по сути, увеличиваем количество бойцов самого отряда. Ежедневно здесь будут находиться более 350 человек. Условия позволяют. Для бойцов построили спортивный комплекс, есть баскетбольные и волейбольные площадки, тренажерные и борцовские залы. Новая база ОМОНа Самарской области стала лучшей среди подобных в России. В новом здании есть даже бассейн, но расслабляться и наслаждаться плаванием здесь некогда. Группа, состоящая из водолазов и саперов, отрабатывает здесь действия по разминированию взрывных устройств, которые могут быть установлены в том числе и под водой. Особое внимание тактической подготовки. В городке есть три стрелковых тира. Здесь бойцы отрабатывают действия по освобождению заложников из здания. Мобильные конструкции позволяют делать любую перепланировку на тренировочной площадке. А здесь проходят занятия по огневой подготовке интерактивный тир «Местная гордость». До 15 ноября личный состав ОМОНа Самарской области полностью переедет на новое место дислокации в Тольятти. Распорядок дня сотрудников уже составлен, а руководство подумывает о проведении здесь соревнований федерального уровня. Павел Баймаков, Алексей Золотенков. События.